доброго 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 весеннего вечера сегодня с вами сынуля красотуля сегодня у нас уже вечер 25 ноября 2022 года будем готовить собакам пустая чашка достал я два пакета куриный голов субпродукты собаки кстати очень обожают любят курицу один пакет высыпаем сюда второй пакет тоже высыпаем сюда вот здесь у нас жирный бульон я его уже посолил из поджарки котлеты еще масло здесь все немного огурца кстати здесь все посолено сейчас еще добавлю водички еще чуть-чуть совсем совсем капельку соли добавлю на улице кстати холодно зима стоит хоть и снега нету и зима стоит воды добавляю щепоточку соли пускай вот это все отлично прям проваливается голову чтобы жирка жирная жирная была и вместо крупы я потом добавлю сухари обыкновенный белый хлеб но еще погляжу наверное геркулесовые крупы засыплю в общем убираем вот это все барахло это пусть здесь лежит наливаем воды и идем ставится варить холодно 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 вот уже и всем доброе доброе утро у нас ветер при том очень сильный точнее дни раннее утро ветрище стоит так погода чего у нас с погоды минус 24 так я здесь все подогрел минус 24 у нас ветер короче штурмовой действительно шлепает да поднимайся доча выползай очень холодно при сильном ветре и холодно ветер сильный да еще кушай давай съедай 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 доча съедай так идем кормить нашу мурашку лицо замерзает ешь давай замерзнем быстро но не сильным ветром фу холи 1 холи 1 холи 1 насквозь промерзает все что стало стало да все подогрета птички еще ждут жрать давай лакай здесь четыре головки не будем играть ешь быстрее лакай замерзла пусть ест ешь давай ешь ешь давай марш иди ешь давай давай ешь бегом надо птичкам дать дверь закрыть еще руба рубай давай что заморзло просыпайся давай ветер легеной что что убежала как метет то иди ешь давай ешь дай ешь ешь давай кушай давай я знаю что холодно все подогрета давай все рыба обычно в такие зимы такая метель редкость так руки замерзают начинают ухваливаться руки иначе метелюка давай какой сильный ешь давай съела все три проглотила и сейчас копай копай там четвертая есть копай пей там хорошего четвертая есть копай пей ешь мурашек ешь копай пей не было бы такого сильного ветра урагана атакую ураганной при такой погоде сильно продувает добро утро василить что ты делаешь привет привет да вот пытаюсь позавтракать в общем супик варил вот это печеночной икорной разогрел и греночек сюда чай с молочком сделал сухарьки чай с молочком в общем приятного аппетита горяча вкусняшка добыча вкусный супик вы все вкусные супик так как у них кошки говорят не едят кошки потому что его зажрались кошки на улицу вас надо но побежал так ну ладно всем приятного аппетита будем смотреть телевизор я покажу так мало будет у меня побольше будет я размахнулась могу здесь с пирожками что там яйца рис начинка начинка тесто вода обычная завтра у нас уже получается день матери завтра воскресенье сегодня у нас 26 ноября суббота так сынуля красотуля сам как подарок с папулей подарок сынуля красотуля сам как подарок куда деть такого подарок а куда деть такого подарка теперь уже обратно не это куда тебя девать то все ты уже подарок подарок со сроком годности так спина уже были ну так пускаешь это все делать нефинке имею ввиду у тебя спина были стоять имеют вещества зараживаться не держит так что там у нас я грянула что просто переворачивай когда это не камни бумажечку на тарелочку на тарелочку Буся хватит под ногами иди прижми ты не мешайся мне Галя вдруг загнется и все под ногами носится и полетим полетим куда нибудь хорошо жарим вот все окей вот такие пирожки будут они у нас будут простые обыкновенные можно от этого деться так ну ладно продолжаем готовить включаю длинный длинный ролик с маминой готовкой пирожков переключимся как раз на ее канал снимаем так все пускай спокойненько дожаривает потому что на ногах на ногах это долго долго и возраст не тот уже да и я на ногах тоже это уже старенький на ножках кстати дольше да прожаривается чем это обычное тесто кто не знает короче безрожевое тесто мука вода соль и массу все вот надо и немного сахара надо намного дольше масло прожаривать чтобы она меняла свет из бледного и вообще чтобы оно не поднимается да оно не поднимается его намного дольше и очень тонко его надо раскатывать вот так вот чтобы оно готовилось чтобы оно приготовилось что вот это зачем а вот говорю что для чего уже ну все сейчас я там доделаю ночник это помимо этого это я и персечки так ну что вот это у меня околок конечно не могу выкладывать как всегда это алиния ровная нормальная пойдет все равно кушать дома не на показ как говорится а ну да на показ на показ но кушать дома не на продажу нет а никому не дед тогда я покажу как я готова как мы кушаем кушать 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 что-то кушать надо что кошки поедет папик не доел супик немножко осталось добавил кошки так помолодничали я волени 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 кушать волени кушать но по чуть-чуть на сладкое Ну вот и все, ладно, ролик продолжает, сейчас телевизор включу, пока вам наведет марафит, мы с ней снимаемся, только все время, я пока пойду по делам на улицу, комнату ожиданий, думай-думай, думай-думай обо всем, да я знаю, дубак, на улице дубак, в общем, рядышки, так, приготовили пирожки, лучше сейчас попоздравь, потому что этот общий ролик, он выйдет завтра, а тот он позже выйдет, который готовили, вот эти пирожки они попозже выйдут, в общем, получились такие тоненькие пирожочки, тончайшие. Ну, дорогие мои, что вы хотите, приятная сила? Да, что ты? Ну, это такой вкус у меня, бутыл. Ну как? Сейчас я дружу? Горячее. А вот такие, попурчатые, тонкие эти. Так, начнем, начнем с того, что завтра будет международный день матери, который будет и в России, и во многих странах отмечаться. Поздравляю всех женщин, каждая женщина все-таки как мама, должна быть мамой все-таки, у кого-то будут дети, либо сейчас дети есть. Ну, поздравляю потом, я поздравлю, скажу. Поздравляю. Ну, что, дорогие мои мамочки, я поздравляю вас с вашим и с нашим праздником, желаю, значит, чтобы ваши детки были живыми, торговыми, как я уже говорила, и чтобы приносили только радость, не только огорчение, но и радость вам. Радость, и радость, и радость. И где-то цветы жизни? Ага. Вот у меня два цветочка. Цветочки здесь? Нет, среди мои три цветочка, третий сейчас отдыхают. А, эти цветочки отдыхают. Так что, вот так что. И еще хочу, да, поблагодарить за донаток, самым. Спасибо большое вам. От души. Так что поддерживайте нас. Вот как-то так. Нет, действительно, с праздником. Так что попейте чаек завтра. Пупься мукра. Потому что ты накручена всю ночь. Так, ну, парень, сейчас тену выключу. Ну, и вот этой печке прямо, это тонышко светит, а у нас такой ледяной ветрища прямо вообще. Сюм нет. Невозможно выходить на улицу. Пирожки вкусные, как я уже сказала. Ну, а... Завтра для мамы два подарки. Владимир Васильевич и Игорь Владимирович. Ну, а третий, конечно, они не с нами. Третий далеко от нас сейчас. Подарочек. Так что это второй подарочек. Первый подарочек отдыхает. Второй далеко, а третий... Храпит подарок. Молочком, бегай, молоко же нет. Хорошо вообще. Вот такие пирожочки можно с молочком и хорошо. Они как-то это... Ну, не дрожжевое такое, где-то тут даже нет этого. Оттуда. Как-то так. Какого еще там у тебя беляши делают? Да, и такого можно еще пожарить беляши. И тоненько, еще тоньше, чем вот я раскатывала. Еще можно тоньше делать, иначе бурить. Беляши, беляши тоже тоненько, прямо тоненько-тоненько. Оно такое, оно не рвется, потому что это... Ну, у меня фарши не было. Можно было вот это, вот, конечно, оттатки теста. Можно было штук 6-7 беляшиков пожарить. Так что, так что. Пироги. Они уйдут сегодня, пироги эти. Тут необычно. Даже если что-то останется, заморозка можно... Да и не надо заморозку. Вон, пакет их на верхнюю полку, и все. И завтра подогревать. Так что начинку любую можете взять. Сейчас я даю, да и все, чая-чая попью, хватит. Два часа уже. Надо потом... Я хочу суп... Кыскам пирожок разломать. Это... Хочу суп потом... Часа в 4 подогрить капустный суп. Это мне нравится. Который ты варил? Такая. Который ты варил? Мы лично отмечать не будем. Мы сядем, просто чай попьем. Нет, там мы не отмечаем. Какое отмечаем? Какое отмечание? Нет, дорогие. Вот все-таки сороки эти две, третий, они гоняют этих воробишек. Вообще ужас. Три сороки уже здесь обосновались. Они пропитали кровь. И все, вот ты посмотри, что они маленькие гоняют. Вот сейчас поклевали, он они три. Они между собой даже дерутся. И мелких это... Я уже Игорю говорю, давай вторую эту. Да, ну... Делай, потому что это уже пять, и оно, не знаю, еще и треща. Да вторую надо крупы. Ну, потому что надо, чтобы им надо, сейчас будет холодно зимой, им надо хорошо есть, а то они завернут. Ну, хорошо есть, а сейчас крупа дорогая. Ну, а если мы взялись их, дальше будем это самое, значит будем всыпать, когда они, не через день хотя бы, они типа передохнут. Да. Ну, что, да, мы посыпаем. Часть, естественно, сдохнет. Это естественный сбор. Ну, каждый год, да. Как можем так. Просто если бы каждый был здесь, а вот сосед, делал бы кормушки, а не только пустослой, а это мы только делаем, остальные никто не делает. Нет, вот этим, которые въехали, они уже год, наверное, да, здесь живут. Ну, они делают. Остальные не делают, они разу не едут. Да, они делали, у них вот такая небольшая, это, домик вот такой, прям, маленький, и место, вот там, наверное, домик у них. Там, вот место под еду, это, прямо вот такой вот, ну, маленькая там дощечка, в основном домик и дырачка, маленький. Потому что... Нет, ну, вообще-то, нормально там у них кот лежал их, наверное. А кот в этой кормушке лежал? Он на вот этой дощечке лежал. Только они что-то туда не насыпали, по-моему. Нет, туда в прошлом году, это маленькая симпатия. Ну, в основном это, ну, у нас вот, да, вот у нас кто в округе, у нас... У нас в округе никто, я по воду хожу, никто, никогда нет. В нашем околотке никто не это, не... нету кормушек. Если даже через весь трагедровный пройти, нигде не увидите висящие абсолютно кормушки. Нету. Да здесь в городе что говорит? Мы уже привыкли, как-то мы уже... В парке в нашем пройти кормушек нету. А, кстати, почему детей? Да, вот я не знаю, школы бы... Это, у них же уроки труда есть. Обучались бы делали кормушку. Забудь, они сейчас на смартфонах обучаются в игрушке. И вешали бы в парке. Господи, кто идет маленько, вы чего-то нацепал. Хлебных крошек, но я не знаю, семечки, им семечки. Они только что зерна, а так они, они ж не голуби. Голуби-то можно им это, а эти мелкие они, семечки, им они большие. А, многие сразу зададут вопрос, а почему собака на морозе? Она всегда живет на морозе уже сколько? Уже с 2016 года. Какая? Маленькая. Да, 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 да. Она и в 30, и в 40 грамм уже живет. Она и ощенилась, мама у нее была, она связана в будке. Это уличная собака, и она не домашняя. Она не замерзанья. Она дома будет гадить, она не будет понимать. Это специальная уличная собака. Это она привычная уже. Да, это уже уличная собака. Если ей жарко, вот допустим, там тепло у нее. Если вот чуть теплее, она вот эту подстилку всю. Она ее вытаскивает ей жарко. Нет, они не замерзнут, что так гладко. Потому что каждый раз много защитников, откуда влазят гладкошерстные собаки. Собаки не первый год живут, потому что 2016-й, 16-й, 17-й, 18-й, 19-й, 20-й, 21-й, 22-й, 23-й. А та еще дольше живет. Да, вот убежала, приблудилась, тоже была. Она такая небольшая. И вот все, она все на улице столько лет, уже больше 10 лет, наверное, да, живет здесь. Так что она... И пина 40, и... И в неделю. И в будке тепло. Она нос только выстунет маленько. Утром мы им даем обязательно тепленькое еду. Вот они не поедят, заносим это, потому что это махом замерзает все. Без того, что замерзает. Сколько лет мы уже и варим, и держим это. Так что они не замерзнут, не говорите, что... Нет, это многие просто не знают, как действительно деревенские собаки живут, действительно в России. Они сидят на цепи. Они же не все, у них вот шерсть такая, вот как шуба. Многие вот так... Дворняжку любую, поглядите, они не все лохматые бегают. Они не все лохматые, они все гладкие. Конечно, а самая выносливая это дворняжка, мне кажется. Самая выносливая это дворняжка. Да, вот эти здоровые все лохматые, они... Собаки, вот они самая выносливая, самые, мне кажется, приданные вообще. Нет, они... Вот они эти, господи, там, я не знаю, ты их чуть выпустишь вон у нас это. Там бедная вообще, все, помирает. А эти нет. Это уличные дворовые собаки. Да, так что они у нас это, не переживайте. Так что кормите своих птиц, у себя кормите, потому что много... Подкармливайте. Голословят, а вообще нет. Идешь через город. А есть где мой вот как... Кормушек нет вообще. Вообще у нас... Не на остановке кормушек нет вообще. Я не знаю, почему не приучают, вешали бы это. Ну, это уже, это вопросы. Я пока не беру. Хоть маленько вы горсточку чего-то нацепите, а вот особенно воробьян им надо, если они не поедят... Они зимой больше половины попили, замерзают. Они сидят, сидят, падают и все. В крыше этих... Дурки все. Кинцов выводят нас вот в этой крыше. Естественный отвор это называется. Ладно, кормите своих птичек, женщины, милые, девушки, действительно, без пафоса, без бомера. С праздником! Сегодня, получается, вы посмотрите ролик уже в воскресенье. В этот международный женский день мам. Не женский день, а день мам. Я считаю, что это не что народный, потому что мамы-то видение по всему земному шарику. И не все же такие мамы-кукушки есть. Вот она, вот она хорошая мама. Ладно, с вами были мы. Ну вот видите, по празднику мы вот такое наляпали. Мы не отмечаем такие праздники. Нет, да мы вообще правим. Мы днерождение там нет. Почему днерождение тортик взять можно? Мы не за... у нас никак-то не заведено. Нет, у нас заведено, у нас просто... Нет. Даже раньше, вот раньше мы, конечно, Новый год у нас отмечали, готовили. Пили, по гостям ходили. А потом уже вот, уже лет 30, да, не отмечаем. Нет, меньше ты что. Меньше. Что-то за это вот хватало. Да, потому что, почему затормодилось, потому что... Лет 20, наверное, точно. Затормодилось, потому что в 90-м году у меня умерла мама. Не начинай все. Нет, я вообще объясню. И потом у меня почти через два года умер отец. И он умер 30 декабря. Так что я как-то... Помнишь, да, ты хорошо столько лет прошел? Да. Мама 32, дед уже 30. Так что как-то так. Так, ладно, с вами были мы. Всем пока-пока. И неохота вообще, чтобы... Стареть неохота. Да, неохота. Тетики сидят и стареть неохота. Покачишь там в дни рождения, а потом уже думаешь... После 50-ти, да? Вот сейчас уже как-то быстро, и новый год уже раз, уже месяц, и уже 5. 11 месяцев там, пюх, пролетело от чего-то. Мне нельзя говорят, что шарик наш... Чем старше становишься, тем... Долее крутится. Тем дольше хочешь жить. Да. Так вот, чем старше становишься, тем дольше хочешь. Если плохо, все равно болеешь ты, не болеешь. Живешь ты плохо, может, да еще пожить хочется. Вот так вот. Ладно, всех с прятником. С вами были. Мамочки. Всем пока-пока. 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 И переодеваться по тату-дам. Пока-пока. Угу. Ммм, наконец-то. Субтитры сделал DimaTorzok